перевести любой телефон к сиоми без разборки миш ну какой к сиоми сяоми сяоми ты еще скажи что poco x3 nfk модель называется я буду показывать на примере телефона полка x3 всем здравствуйте приветствую вас на канале плеско михаила дорогие друзья ну что ж праздники закончились пора работать сегодня у нас на обзоре программное обеспечение xiaomi professional tool дело в том что я уже сделал видеоролик обзор на эту программу частичную обзор на эту программу а именно как с помощью ее перевести любой телефон в режим едель и как с помощью ее за 1 доллар любой телефон снять frp естественно речь о ксиомах но я столкнулся с одной очень большой бедой почему-то очень многие люди подумали что она также за 1 доллар снимает любой ми аккаунт ребята авторизированный аккаунт работает немножко по-другому хорошо давайте сегодня вам расскажу все более подробно погнали итак коллеги для примера я сейчас взял телефону redmi note 9 pro и вам по секрету скажу даже с помощью современных актуальных программаторов прошить абсолютно любую xiaomi у вас не получится иногда и довольно часто особенно с новыми топовыми аппаратами чтобы перепрошить устройство вам понадобится доступ к авторизированному аккаунту авторизированный аккаунт это не манна небесная это инструмент которым тоже надо уметь пользоваться и так для примера я взял redmi note 9 pro он у меня сейчас введен в него ми аккаунт и мы переключаемся непосредственно компьютер ссылку на официальный сайт программы я предоставлю естественно в описании к этому видео скачиваем программу занимает она что-то в районе там и не помню 10 мегабайт если даже не меньше и запускаем ее первую очередь регистрируемся и входим в нее программа требует кредиты сейчас я вам все подробнее расскажу конкретно сейчас у меня на балансе 11 кредитов пополнить баланс можно например самое простое на сайте 3gsm.ru потому что если вы сюда зайдете в дистрибьюторы и попытаетесь с кем-нибудь связаться вполне возможно что у вас попросят paypal криптовалюту большую сумму и так далее и тому подобное я рекомендую заходить на сайт 3gsm.ru это салават регистрируйтесь пополняете кошелек и без проблем пополняете баланс один кредит стоит ровно 1 доллар вот ну может быть какая-то небольшая комиссия но как правило на несущественное далее видеоролики возможно вы мои видели возможно нет но сегодня у нас ну скажем так полный обзор это авторизированный аккаунт и нас в первую очередь интересует всего четыре операции вот они xiaomi server special operational то есть это именно то что делается с помощью авторизированного аккаунта в первую очередь мы можем перевести наш телефон в режим едель что очень и очень удобно давайте покажу вам как это действие как это происходит первую очередь телефон подключаем компьютеру сжимаем клавиши громкости вниз и включение некоторое время ждем загорелась подсветка включение отпускаем клавиши громкости вниз и продолжаем держать то есть если у вас телефон переходит в режим fast boot как у нас сейчас то перевести в режим едель совсем несложно переключаемся на пока открываем диспетчер устройств windows видим что у нас определяется в режиме fast boot а далее xiaomi fast boot уедель и нажимаем вот на эту клавишу если я никогда не выбирал в этой программе модель все выбирается автоматически все это автоматически прекрасно работает и так у нас предупреждает что будет списан один кредит ну да естественно конечно мы соглашаемся выбора другого у нас особо нету и кстати он сразу же определяет что find my девайс статус он то есть он видит что в нем в бит непосредственно ми аккаунт но опять для перевода в режиме едель нам это не помешало как еще можно использовать эту функцию программа это работает в том числе и дистанционно везде где на компьютере даже по тем виру введете свой логин и пароль но например самый простой способ телефон xiaomi redmi note 7 я подключился чел ему надо было разблокировать его без потери данных и разобрать он его тоже не мог я ему установил xiaomi professional tool перевел в едель а дальше прокинул октоплюсы октоплюсом снял пароль без потери данных так видим что у нас все прекрасно получилось за один кредит мы перевели его в режим 9008 далее также с помощью вот этой клавиши через me assistant мод можно на любой xiaomi ну кроме по-моему а линейке где android 1 стоит на любых xiaomi быстро за один доллар снести frp вот вот эти вкладки xiaomi mediatek special operational xiaomi generic operational по сути к авторизированному аккаунту не имеет никакого отношения не делают только старые телефоны видите fixer lock это не официальная разлочка на уважаемые граждане казахстана кто очень много купил эту программу пополнил кредиты думали что они сейчас за 1 или за 5 долларов начнут непосредственно ну скажем так разлачивать любые ми аккаунты если бы я мог за 1 доллар сделать официальную разблокировку от ми аккаунту я бы не показывал этот метод вот серьезно я бы наверно просто рубил бы на нем бабло и за месяца три купил бы квартиру в центре москвы это что касается данного данной вкладки xiaomi operational то есть нас здесь по сути в первую очередь интересует ребят xiaomi фазбуту едель то есть перевести телефон в низкоуровневый режим и второе нас интересует снятие на xiaomi фрп всего за 1 доллар это удобно далее вообще давайте поступим так я начну с 3 вкладке потому что считаю что это удобней здесь вы причем с нормальной скоростью можете быстро и оперативно скачать необходимую прошивку все практически современные прошивки здесь есть ну давайте допустим redmi note 9 pro нажимаем enter и вот они все современные прошивки глобальные вот находим какую-нибудь вот глобальную прошивку выделяем ее два раза и нажимаем старт и она скачается в папку с программы в папку download вот конкретно для redmi note 9 и только что именно через эту программу скачал прошивку вот естественно это фазбутовская последняя прошивка и так далее качается она в архиве ничего страшного распаковываем ну и собственно говоря вот она то есть с помощью нее скачать быстро какую-то современную прошивку ну довольно удобно чтобы не искать ее на всяких 4 пда и так далее и самое главное ради чего мы собрались xiaomi firmware флэшер еще раз повторяю для всевозможных хейтеров есть ряд телефонов опять же тот же самый redmi note 9 pro которые сейчас мы будем прошивать который без авторизированного аккаунта на данный момент вы прошить не сможете и так два раза кликаем в это окошко выбираем папку да если бы я помню что за папка 888 так заходим на диск c в общем находим скаченную нами прошивку вот она в папке download папка image select он сразу же подгружает необходимые нам файлы вот здесь дополнительно ничего еще раз выбирать не нужно это как бы не имеет значения потому что ряд ну скажем так значений прошивается один раз завода и лишний раз тратить ну как бы что-то с ними делать не нужно здесь же галочка ерес фрп то есть при прошивке она у вас автоматически сносится еще и и фрп а также клавиши reboot иногда после прошивки бывает такое что перезагружать его принудительно не надо так телефон нас в режиме едл через едл режим нажимаем flash девайс и некоторое время ждем смотрите тут такая ситуевина что в телефоне грубо говоря точнее в телефоне онклоуд модель это интересно но как и любое китайское программное обеспечение я вообще ни разу не удивлен потому что все иногда бывает глючи давайте еще раз попробуем заново перезапускаем программу логинимся в ней вбиваем свой логин и пароль я уже поставил галочку remember me видим что у меня осталось 10 кредитов xiaomi флешер два раза нажимаем выбираем папку и мэйдж она уже выбрана ну еще раз нажимаем flash девайс несколько секунд ждем ах вот она в чем дело ребят к сожалению на данный момент сервер у нас не доступен тут есть определенное количество лимитов то есть программа в первую очередь работает как правило в первую половину дня первый сервер для перевода непосредственно в режим едл сейчас работает вот фазбуту едл тоже работает recovery frp работает а вот непосредственно сервера 2 который прошивает телефоны за 5 кредитов на данный момент к сожалению не доступен время сейчас 18 часов 11 января ну что ж давайте как и некоторое время подождем дождемся когда сервер будет онлайн продолжим тогда запись видеоролика чуть попозже и так дорогие друзья сегодня у нас уже 12 число время 16 35 и соответственно мы продолжаем давайте попробуем залогониться в программе и ура видим что все сервера у нас онлайн то есть если что-то у вас там сервера временно не работает особенно под вечер это значит лимит ничего страшного на следующий день в первую половину дня непременно у вас и получится далее я подключил его естественно в режиме фазбут вы можете видеть это сейчас на своих экранах и снова переключаемся на пк вот он режим фазбут залогонились программе и давайте попробуем снова перевести его в режим едл для этого выбираем reboot сиоми фазбуту и дель и нажимаем эту кнопку несколько секунд ждем я если честно практически никогда не выбираю модель устройства вроде бы все по автомату происходит хорошо и удобно несколько секунд ждем и видим что у нас все прекрасно получилось фазбут пропал ждем несколько секунд и видим что аппарат нас определился в низкоуровневом режиме qd loader 9008 далее переходим на вкладку framework флешер два раза нажимаем по пустому полю все то же самое вбиваем адрес прошивки и выбираем select собственно говоря здесь есть как я уже до этого говорил здесь есть определенные значения но какие-то из них шьются на заводе нам это сейчас не надо и мы с вами на всякий случай нажимаем flash device и смотрите какая ситуевина он сейчас считывает данные об устройстве будет стоить один кредит из за один кредит не получилось делаем за 5 кредитов нажимаем yes и на этот на этом моменте он нам сейчас выдаст ошибку говоря еще о том что статус find my device включен что для этого нужно сделать из данное программное обеспечение шьет ксиомы только в том случае если мы отключим find my device как это сделать учитывая что телефон нас не включается это очень просто заходим на сайт а и . me . com давайте он даже это заново продемонстрирую а и . me . com да походу скорость вайфай у меня сегодня такая хорошая как могло быть нажимаем войти через ми аккаунт вбиваем данные учетной записи войти ну и собственно говоря сейчас мы увидим здесь все наше устройство заходим в настройки виноват заходим найти устройство видим здесь redmi note 9 pro щелкаем по нему и выбираем троеточие отключение найти устройство ok несколько секунд ждем и это победа все никаких устройств у нас на данном аккаунте уже нету сворачиваемся и еще раз так как он все еще в едель нажимаем flash девайс так что-то у нас идет не так давайте тогда так поступим сейчас перезапустим программное обеспечение итак пошло так это будет стоить 1 доллар пробуем сначала на дешевом сервере не получается у нас предупреждает хотите потратить 5 долларов да конечно мы соглашаемся и естественно некоторое время ждем после отключения find my device у нас идет прошивка аппарата и так можно прошить любой xiaomi именно так происходит прошивка через авторизированный аккаунт естественно авторизированный это программное обеспечение которое использует авторизированный аккаунт но в целом на данный момент это наверное все-таки один из самых простых способов доступа именно к авторизованному аккаунту на других методов просто нету и кроме того фрп у нас благодаря вот этой галочке будет автоматически снесено и так коллеги телефон у нас прошился по логам видим что все хорошо колдун ну что ж давайте посмотрим на аппарат он сам перезагрузился и сейчас грузится дадим ему некоторое время итак телефон у нас прошился но естественно завис на ми аккаунте но мы-то с вами знаем что ми аккаунта здесь нет поэтому нажимаем open wi-fi settings и подключаем его к вай-фаю назад несколько секунд ждем все ми аккаунт у нас ушел это стандартная защита после прошивки он проверяет статус mi cloud на серверах ну а далее проходим процедуру первоначальной настройки дорогие друзья есть еще один очень важный момент который обязательно затронут в комментариях к этому видео эта программа работает за кредиты она работает через какой-то авторизированный аккаунт и этот авторизированный аккаунт естественно вечно работать не будет ну как бы кэп поэтому большое количество кредитов на ней хранить не надо а для всяких хейтеров что типа да нафига это надо магма умерла сам хаб помирает и эта программа умрет да непременно и эта программа рано или поздно я уверен что тоже умрет но магма умерла не сразу же я более полугода почти около год рубил бабло на быстрый качественной разблокировки самсунгов вот когда она умерла ну да халява закончилась но я на ней успел заработать хорошие деньги то же самое сам хабом и то же самое с этой программой хотите заработать денег но приходится иногда рисковать возможно иногда вы рискуете при этом естественно кредитами то есть ваше решение использовать подобное программное обеспечение или нет но на них как раз именно на них можно хорошо заработать хорошо подняться потому что эта программа работает опять же повторюсь дистанционно вы можете скачать ее занимает она менее то есть подключаетесь к человеку по тим виверу он переводит телефон fastboot и дальше вы уже все сами все делаете ну либо просите это мастер по ремонту если хотите сэкономить 1 доллар все в едель вы всегда можете перевести его разобрав и соответственно зажав тест point ситуации разные бывают но эта программа действительно очень здорово помогает сэкономить заработать и так далее так нажали не копировать по идее фрп блокировки у нас сейчас быть не должно но все равно статус он там и так далее так далее обновление проверяет естественно на то это и google сервиса они очень глубоко интегрированы непосредственно в систему телефона так здесь выбираем пропустить пропустить еще еще принять совсем соглашаемся выбор у нас другого особо нету кто как хочет то так и настраивает процедуру первоначальной настройки но это именно вот примерно также прошивается непосредственно сервисным центром используя авторизированный аккаунт да у них это выглядит немножко по-другому но в целом в сервисном центре происходит все именно так без всяких там шлангов без подобных вещей ми аккаунт пропускаем но но сейчас вводить не нужно пропустите пропустите я совсем соглашаюсь и это победа на всякий случай вам сейчас покажу что с мм у нас все хорошо вай фай уже ловится это уже неплохо покажу наличие и маев и на этом наверное можно заканчивать резюмирует данное программное обеспечение поможет вам скачать прошивку поможет вам перевести телефон в ед или режим без разборки потому что разобрать современные телефоны но это мягко говоря то еще удовольствие ладно если это какой-нибудь там я не знаю redmi note 7 ну его наверное проще разобрать хотя тоже знаете клейкая крышка и так далее есть риск разбить ее и бла 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 если это уже дорогие аппараты не все клиенты готовы к тому что вы будете разбирать аппарат опять же никто вам не мешает даже если есть в нем ми аккаунт перевести его в ед а дальше воспользоваться каким-либо другим программатором неважно окта плюс неважно это допустим какой-нибудь химеры и так далее и тому подобное либо какое-либо другое программное обеспечение это уже не имеет значения ну и прошивка естественно потому что далеко не на все телефоны есть фаерхосы точнее далеко не на все телефоны есть так называемые шланги которые позволяют нам прошивать телефоны без авторизированного аккаунта конкретно на redmi note 9 pro вот на этот телефон такого шланга ну по крайней мере у меня нету да сейчас конечно смайл тв там посмеется некоторые другие мастера возможно у них и есть но в открытом доступе я их к сожалению не нашел ура наконец-то телефон загрузился первый запуск лаунчера естественно занимает несколько секунд нажимаем номеронабиратель ну и вводим самую нашу главную команду которая интересует нас больше всего звездочка решетка 06 решетка с эмеями и серийными номерами все отлично на этом я думаю что мы можем прощаться вам спасибо за просмотр если будут какие-либо там мысли я искренне прошу вас написать их в комментариях к этому видео лайк подписка колокольчик и репосты обожаю репосты они очень здорово помогают продвигать мои видеоролики и соответственно чем больше просмотров тем больше соответственно контента будет от меня я же с вами прощаюсь с вами был плеско михаил и как я и обещал впереди нас ждет исключительно все самое интересное пока 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 пока